Микс Ньюс Утро на Болткоме И завершающая часть нашего сегодняшнего Утро на Болткоме с главой Латвийского объединения велосипедистов Естром Силан Яксом у нас в студии. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Да, поговорим про велосипеды и вообще про городские вопросы нашего города любимого. Но новые правила разрабатываются, да, правительство обсуждает касающиеся правил дорожного движения, там есть пункты про в том числе велосипедистов и электросамокаты, это тоже отдельный вопрос. Насколько я понимаю, с велосипедистами там речь идет о так называемой пьяной езде, хотят ужесточить наказание об удостоверениях молодым велосипедистам от 10 до 17 лет. Что вообще думаете обо всех этих сменениях, насколько они эффективны? Что еще необходимо добавить? Ну, мое мнение такое, что правила дорожного движения у нас более-менее нормальной, я так сказал, потому что сперва надо смотреть общую картину. Общая картина то, что самый главный документ законодательский, который есть в Латвии, это Венская конвенция по передвижению по дорогам. Это общая мировая конвенция, которую подписали все европейские государства, Мексика, африканские государства и так далее. Ну, бывший Советский Союз все подписали, да. Это самый такой высший документ. И сперва надо читать его, потом есть наш латвийский закон «Целью садвикс мес лейкумс», наш закон, и потом только «Правила дорожного движения». Мы обычно вот, если что, смотрим правила. Правила – это самый такой, это документ Кабинета министров, это даже не закон, да. И тем более международной конвенции, которая самая высокая. И поэтому надо сперва смотреть, что находится в конвенции, и только тогда идти дальше. Если есть какие-то противоречия, значит, закон – это главный, я шел выше конвенции. Но это такая общая картина нарисовала, чтобы было понятно, что не надо только смотреть правила дорожного движения, потому что есть и другие документы. на счет изменений, планирую, есть такое тоже, на счет электрических велосипедов. Потому что, что такое велосипед? Это велосипед считается механическим средством, над которым находится человек и передвигает его своим мускулом. А если есть просто кнопка, рычаг газа и так далее, это больше не велосипед. И чтобы мы смогли отличить, что это такое, или это мопед, или даже вообще мотоцикл. И поэтому есть три критерия. Один критерий, что ты должен крутить педаль, это самое главное. Электрический мотор может тебе помочь, значит, это уже электрический велосипед. Ну, не обязательно. Не мопед. Если, это по сегодняшним нашим правилам, мощь двигателя больше 250 ваттов, больше, значит, это уже не велосипед, а что-то другое. Возможно, мопед или вообще-то мотоцикл. Мощь надо смотреть. И третье, скорость не должна перевешать 25 км в час. Это значит, что если уже 25, мотор отключается автоматически. Ты сам можешь крутить хотя бы 70, если сил хватает, но мотор должен отключиться. Там планируются изменения, которые идут из европейских законодательств, что не будет больше 250 ваттов, но один киловатт. А логика какова? Потому что для грузовых велосипедов, если ехать против ветра в гору, 250 ваттов толка никакого нет. А если с одной стороны Европа двигает в то направление, что в центрах города больше груз надо последнюю миль, как говорят, передвигать с велосипедом и грузовыми велосипедами, подождите, ну разрешение это грузовыми есть, а толку никакого, потому что мощ не хватает. Но чтобы не было такого, и поэтому не будет больше 250 ваттов, ну один киловатт. Ну это тоже, я думаю, логично, потому что, ну подождите, ну мы не смотрим, какой двигатель у автомашины. 6 цилиндров, 12 цилиндров, какой-то мощь, какой литраж. Главное, что не перевешал скорость. Да, и тут то же самое, ну какая разница, какой двигатель, да? Главное, чтобы не перевешал скорость. Просто про электро сказали, я думаю, в первую очередь сейчас на повестке дня вот эти самокаты, скорее всего, да, потому что их стало очень много, второй сезон уже, люди очень охотно ими пользуются, и понятно, они действительно удобны. Но и первые инциденты были вот, когда это случилось, когда... В прошлом году уже. В прошлом году. На женщину наехали, у нее сотрясение мозга было, это довольно громкая история была. Я понимаю, что вот в первую очередь необходимо как-то просто, не то чтобы ограничить, но каким-то образом контролировать эти электросамокаты. У меня есть, вообще-то, немножко другое мнение, чем у ЦСДД насчет этого, потому что ЦСДД хотят, чтобы самокат, его приблизить к велосипеду. Чтобы было... Это то же самое типа, да? Кроме того, что... Единственное на отвлечении то, что у самоката планируется, что возраст, с какого разрешается по общим улицам ехать, это 14 лет. Это то же самое, что у мопеда, да? Ну, это, возможно, более-менее понятно и нормально, но все-таки надо понять, что самокат, он не настолько устойчивый, не настолько его можно управлять с ним, как с велосипедом. Маленькая яма и все уже. С велосипедом можно... Колеса другие совсем, да. Колеса другие. Если велосипеду можно ехать, разрешается в второй полосе, чтобы повернуть налево хотя бы, то с самокатом, среди машинами, между машинами. Не очень, да. Ну, вот поэтому и разрешать ехать с самокатом по шоссе, с одной стороны, ну, как это, по шоссе. А как быть? А с другой стороны, ну, подождите, ну, вот человек живет только, там, 500 метров, километр за городом, ну, в город попасть, это логично, чтобы он смог, да? Вот поэтому есть такое, то и да, то и нет, да? Что с одной стороны, якобы опасно, с другой, но логично, что... А почему нет, да? А как он туда попадет? А в Бергии... Живет в Бергии, надо в Ригу попасть, да? Ну, это уже почти в Рига. Ну, юридически-то нет. Но там есть велодорожка. Ну, такая... Ну, не везде. Полувелодорожка. Ну, полувелодорожка, более тротуар, да, ну, не везде. Ну, это такой один пример, да? Ну, Баби, Рига и Марупе и так далее, да? Ну, да. Ну, сейчас в Сайме стоит еще на месте в комиссии эти изменения, так что увидим, что депутаты придумают, да, там, громкие дискуссии и так далее. Ну, увидим еще, да, как там будет. Но получается, что все-таки самокат, он скорее развлечение, чем способ передвижения, или... Нет, это мы как мы относимся, к этому, да? Спортивный автомобиль – это что? Это перемещение или спорт? Ну, да? А почему спортивным автомобилям нельзя, разве, по городу ехать? Можно, если номер есть, все по правилам, да? То же самое с велосипедом, то же самое с самокатом. Есть специальные самокаты для спорта, для скейтпарков и так далее. Есть просто самокаты, к которым можно передвигаться, да? Это транспортное средство, которое называется микромобилитет. И есть и по дефиниции микромобилитета, там считается все до 500 килограммов. Это уже мотоцикл тоже, да? Поэтому насчет мотоцикла, ну, мое мнение, надо еще думать, но остальные все пешеходы, роликовые коньки, все-все-все-все велосипеды, всякого вида велосипеда, инвалидные коляски, электричество, мопеды. Ну, вот все эти до 500 килограммов, это считается микромобилитет. И их не надо ставить всегда вместе, смотреть там, ну, вот, одну категорию, то же самое, что автомашины. Это другое. Ну, я к вам и поднялся лифтом. Ну, на машине никак, с велосипедом никак, ну, поэтому в магазин пойти, никто не идет в магазин на машине, в магазин. До магазина, любым средством, да, в котором более удобнее, более легичный, да, и поэтому микромобилитет – это те средства, которые до 15-20 километров радиусом, да, потому что, если смотреть статистику, то у нас в Риге очень многие передвигаются на машине где-то до одного километра, одна поездка, ну, куда же, это пешком, да, но многие это пользуются, да, и микромобилитет это подкрывает. Ну, вот сейчас, когда пандемия вся эта, мы переживали, увеличилось количество велосипедистов, ну, и погода способствовала этому, и призывали должностные лица все, ну, то есть, не находиться в общественном транспорте, вот, велосипед сам в этом плане дружественный. В то же время, с другой стороны, с пространством для этого у нас по-прежнему остаются проблемы, активисты даже предлагали сделать временные решения, вы, наверное, слышали, да, сделать на время пандемии какие-то более для велосипедов и таких видов транспорта. Вот что с этим? Сейчас Краста ремонтируют, вот интересно, конечно, как будет выглядеть, ну, вот именно эта пешеходно-велосипедная зона, с Чака тоже непонятно, вот как вы эту ситуацию все видите? Ну, насчет такой инфраструктуры, которую делать на какое-то время, я не согласен, потому что обычно она некачественная, она такая, ну, чтобы чего-то было. И тогда очень много аварий. И когда много аварий, значит, все уже говорят, что езда с велосипедом опасная. Почему? Потому что инфраструктура никакая. То есть, репутация. И репутация вниз, да, и все, которые не ездят ежедневно, те начинают бояться, потому что каждый день новости, все, опять чего-то какое-то, да, и в пользу это не идет никому. Поэтому если делать или не делать, да, и только если посмотреть крас-то, ну, подождите, там уже по планам Риги уже была велоинфраструктура, а что сейчас делает? И переделает, потому что она была некачественная. Именно. Она была странной. Ну, да, но почему тогда надо было вложить такие деньги когда-то, да, и сейчас переделать? То же самое было… Такая спарная, ну, примерно не то же самое, там тоже, это же не велодорожка на барах. Это не велодорожка, это полоса общего пользования, да, и вообще-то не для кого. И когда сделали в 2001 году в Центр Симонта, в соединении с Юрмальской велодорогой, потом мы очень ссорились с департаментом транспорта, и тогда они переделали 500, более 500 обочин. На велодороге вообще их не ставят? Ну да, съезд. Вообще, ну подождите, на автодороге есть обочин? Ну нет, на дороге вообще не ставят, параллельно да, но не на дороге, да. А там переделали, вообще-то их не надо переделывать и снять, да, во-первых. А во-вторых, это показывает, какое было качество. Да, открыли велодорогу и потом через несколько лет переделывали. А вот еще у меня вопрос такой, сейчас как раз должны проложить велодорожку и Монтабаби, вот ее анонсировали. И, ну, вы как эксперт просто можете сказать, мы вот Латвия с Волстелиной об этом спросим, там речь идет о двух с половиной километрах велодорожки, не совсем такая какая-то супер длинная дорога, и стоит что будет 700 тысяч евро весь проект вот так вот обозначен. Получается, за километр там 300 с копейками тысяч. Это вообще адекватные цены, так действительно? Да, так и стоит, но автодорога была намного дороже, да. И, во-первых, надо понять, что ее надо чистить. Если чистить, то трактором. Если трактором, то значит, все это, пирог должен быть такой, что грузовик может ехать, да, и не просто так, ну, там, пять сантиметров, асфальт на траве накрыли, да. Довольно все-таки серьезное должно быть, и поэтому, ну, такие деньги стоят, да. Конечно, там было пустое место, там не было ничего. Значит, все есть грунт, весь, все слои, все заново и так далее, да. Если это в другом месте стоит строить, то и может быть дешевле. То, что там делают, это хорошо то, что, ну, все-таки Баби, Тедо, Риги, есть, будет опять новое соединение, которое делает государственные дороги, не город Рига, да. И это, если посмотреть Эстонию, то они вообще, где строят или реконструируют шоссе, параллельно идет велоинфраструктура, да. Но это должно быть везде так, да. Исключают ли велосипеды и машины друг друга, то есть, или дополняют, может быть, то есть, в семье, в которой есть машина, обязательно должен ли быть велосипед и наоборот? Это, Павел, они не исключают, во-первых, во-вторых, велосипеды и автомашины можно использовать по-всякому, да. Если посмотреть, ну, у кого есть багажники на крыше для велосипедов, да, ну, это что? Так что они друг друга дополняют. И если логичный человек, ну, конечно, это не всем можно сказать, потому что каждый живет в другом месте, в другом месте работает, там очень много, миллион нюансов, есть логика или нет, пользоваться велосипедом или машиной, или обоим вместе, да. У кого-то есть машина в багажнике с клубной велосипед, да, он оставил где-то пар долгой возле памятника свободы, да, и переехал мост просто с велосипедом, потому что быстрее, логичнее, в центре нигде машину ставить, дорого и так далее, да. Логика в том, что надо миксировать, не надо просто, если у меня есть грузовик, то грузовиком я еду в маленький гараж или по старой городе, ну, глупо. Если у меня велосипед, то велосипедом везде, от Риги до Лепа и так далее, тоже глупо. Надо просто логику иметь, да, что было это удобно, приятно, понятно, да, не просто одно транспортное средство, оно самое главное везде, но такого не бывает, да, то же самое, что отвертка, но есть маленькая и большая, да, ну, тоже другие, ну, в одном месте такое и в другом такое используешь, да. А у нас вот какие-то IT-решения вообще применяются, я имею в виду, что какие-то приложения, которые могли бы помочь с велодорожками, ну, в смысле, с их хотя бы нахождением, да, и так далее, вот в этом смысле как-то развивается культура? Очень слабо развивается, потому что то, что у нас есть, смотря кто что делал, есть всякие OpenStreet-карты и всякие, да, но, например, на Google в Латвии навигация велосипедом не работает, потому что у нас нет велоинфраструктуры, да, и просто система там понимает, она понимает, что она не понимает, да, и тем более, если посмотреть картах, где у нас есть велоинфраструктура, то обычно, ну, например, на Риге, в Центрисберде, она нарисована некоторых картах как одна линия, но подождите, возле Баста-аккаунца, где начинается, там тротуар, парк, улица Реймерса там в одной стороне есть, дальше парк, тоже общая с пешеходами, да, Сколос, чего-то есть, да, потом опять останавливается, Бриевибас, потом Верховский мост, ничего нету, да, и в каждом перекрестке, почти в каждом перерывается, значит, есть, нет, есть, нет, да, а у автотранспорта такого бывает, вообще не бывает, да, и то есть, почему автоводители не понимают велосипедистов и даже велосипедисты не понимают, не понимают, как этим пользоваться, что у меня тут сделано, то-то есть, то-то нет, где-то пропадает, опять начинается, да, и поэтому есть так много аварий, всяких происшествий, потому что люди не понимают, что это есть и как этим пользоваться, да, и многие думают, что тут есть, но юридически нет. То есть, нет единой концепции в городе вот одной какой-то, одного маршрута, то есть, у нас вот так вот эти велодорожки, они то там, то сям есть, а между собой они не сочаются. И тем более там, где больше аварий, это перекрестки, там обычно у нас не решается проблема, потому что велодорога начинается и заканчивается до перекрестка, или сразу после начинается. А значит, там, где аварий, там не решает проблему, там должна быть самое главное, потому что на прямой дороге, где ты видишь велосипед, да, издали, да, и где задним зеркалом, тоже можешь видеть заднюю, справа, да, там проблем не бывает, да, а если он где-то сразу вылетает велосипедист, да, потому что, о, я не видел его, да, ну, конечно, сразу тогда проблема. А почему не видел? Потому что не было велоинфраструктуры, которая издали уже показывает, что тут может быть велосипедист. Ну, вот сейчас самая жаркая тема в последних дней – это улица Тербодос, которую сделают пешеходные, вот уже, конечно, обсуждается, насколько это вообще было успешно и адекватно все, но вы, да, можно поговорить и в целом, конечно, про этот проект, но и с точки зрения велосипедных дел, потому что она же с брусчаткой и, конечно, не самая удобная вообще улица для велосипеда. Ну, да, там поставлен знак сейчас, что ехать с автомашиной не разрешается, дальше поставлен знак, что жилая зона и остановиться не разрешается, да. Ну, понятно, что это больше пешеходная улица, но велосипедом можно вечером, ночью, когда нет людей, когда друг другу не мешают, это нормально, да. Самое главное, что то, что у нас в Латвии и в Риге не хватает, это мышление, как ту инфраструктуру, ту территорию, которая у нас есть, использовать эффективно. Что это значит? У нас довольно много улиц, которые очень широкие, там едет одна машина, но якобы две полосы. Ну, ширина, например, да. Да, иногда бывает, две с половиной полосы выглядят по ширине, широте, как для автомашин, но юридически едет одна машина, потому что, ну, вот, трафика-то нет, да, так и улицы Рупницы, и Басы, очень много, да. А почему эту территорию нельзя использовать по-другому, намного эффективнее? Потому что земля чего-то стоит, стоит, ремонтировать тоже надо, это тоже деньги стоит, да. Давайте используем. Или для велотранспорта, как велосипедную дорогу поставить, противоложную сторону, чтобы безопасно было, или всё равно деревья, цветы, кафе и так далее, потому что территория не используется, стоит пустая. Можно за деньги зарабатывать, да. Это то же самое, ну, ладно, в русском языке есть отверка, но нет завёрки, да, но это то же самое, что все винты мы смогли отвертить, но завертить нельзя. Но давайте в другую сторону тоже сделаем, да. И улица Тарбатас такова, что если посмотреть, много ли людей, которые специально на машине едут закупки делать, ну, вот улица Валдемара, улица Бривибас, улица Чака, я бы сказал, не один, потому что оставляет машину где-то, если точно надо, и потом идёт пешком. Если такой очень специальный магазин, или какой-то там сервис, или фирма и так далее, большинство идёт всё-таки пешком, потому что и там идут те люди, которые больше там живёт. Не специально от Пурции МС, никто не едет улице Тарбатаса, на машину, чтобы делать закупки. Ну, процентуально я имею в виду, да. И поэтому все люди заходят в магазин пешком. Вопрос, как лучше ближе подъехать или подойти к магазину? Ну, конечно, пешком. Во-вторых, с велосипедом, ближе к дверям. Только, во-третьих, с общественным транспортом или своей частной машине. Значит, первым никак, ну, как на машине. И тогда возникает вопрос, а пешком удобно, приятно? Ну, Тарбатас более-менее, но Чака никак. Ну, никак, ну, неприятно. Велосипедом, ну, тоже никак. Ну, неприятно, нет, можно, физически можно, но безопасно, приятно, быстро, ну, никак. Есть где ставить, тоже нет. Значит, никак. А получается же так, что самые логичные были пешком и велосипедом, но удобства нет. Потому что на машине, ну, пятиэтажный дом, там много квартир и так далее. Хватает ли мест у всех автомашин, у всех людей, если они пользуются машинами? Физически не хватает места. Ну, нет места. Потому что рядом другой дом, там еще магазин, люди хотели подъехать, но нет вариантов. Что можно было делать теоретически? Подземную автостоянку. Ну, тогда хватало бы места для всех. Хотя бы сто машин, подадим. Везде не сделаешь. Везде не делаешь, есть деньги такие, которые никогда обратно не получишь. Значит, теоретически есть, но реально нет. Но поэтому это показывает, что машиной возможностей не будет. Что мы можем так мыслить? Что случилось, если на улице Тарбатас было пешеходов в два раза больше? Ну, вообще ничего. Ну, ничего. Так и как шли, так и шли. Но немножко больше. Что было бы, если велосипедистов было в два раза больше? Тарбатас. Ну, тоже ничего такого серьезного. Ну, ладно, пять раз больше. Но все равно поместились. А что случилось, если автомашин было в два раза больше? Все. Все стояли. Значит, который путь надо выбрать? Пешковым велосипедом? Мне кажется, что соседние улицы тогда станут более загружены, потому что… Загружены кем? Автомобилями. Вот. И поэтому я специально говорил, что вот то направление, оно никуда не идет. Ну, нет вариантов на машине в центре. Даже если очень хотели, даже всем деньги давали, чтобы ездили на машинах. Ну, физика не позволяет, места нет. И поэтому Тарбатас, логичное решение, по-моему, что думаю, что вот на месяц сейчас будет эта улица такая постоять, и потом, когда будет становить вопрос опять, ну, что делаем? Закрываем и оставляем. Думаю, что 90% сказали, оставляем. Ну, с другой стороны, на зиму там тоже смысла большого, может быть, нет, если только сделать что-то тоже инфраструктуру, какую-то, рождественские рынки и так далее. Я думаю, что есть смысл, потому что для предпринимателей есть ли смысл вложить в деньги, чтобы построить террасу на один месяц? Ну, нет. Ну, зимой террасы не работают. А почему нет? Вот. Холодно. Это тоже такое, вот, ну, а в Финляндии там не холодно, и в Швеции, да, и так далее. Они зимой сидят на террасах, да, закрывают и так далее. Да, уже нам пора заканчивать. Я на последок, может быть, спрошу. Я сам вот велосипедист, езжу по улице Сколос постоянно. Там есть такое место, такая подножка, на которой написано «Подарок городу от Вестерус Илана». В 2013 году, да, вот я всегда смотрю на это и думаю, а вы больше подарков не собираетесь делать в городе? Я иногда делаю всякие, да, и возле конгрессового парка делал специальную рампу, Рижская дума сняла, потом поставила металлические, да. Ну, всякие тогда и такие иногда делаю, но эта рампа вообще-то была как эксперимент, который показывает, что не надо такие рампы ставить, потому что, я думаю, что в следующий раз мы можем поговорить насчёт этого, что велосипедисты пересекают улицы на красный свет. И если у него есть удобство подождать, это то же самое, если когда дождь идёт, есть удобство подождать, ты будешь подождать, если нет удобства, а дождь идёт, ну, не будешь ждать, да. И то же самое и красный свет, если свет горит, машин нету, велосипедисты и пешеходы 30% даже больше пересекают улицу, и чтобы было удобно, есть такая рампа, где поставить ногу и так далее, да. Но это можем в другой раз, потому что там очень глубокое исследование насчёт этого. Спасибо большое за объединение велосипедистов. Естер Силан Экс был у нас в Утре.